Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов также в студии, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Ну вот в 2019 году этот год был ознаменован такими протестными настроениями, причем по всему миру. Они, можно сказать, объединили весь мир. Это и Гонконг, и Венесуэла, и московское дело, дело Ивана Голунова, защитники которого вышли на улицу в том числе и у нас в стране, в Латвии, и в Риге. И многие назвали освобождение Голунова, да и он сам так сказал, что это было чудом, ну, с чем-то таким сверхъестественным и неожиданным. На ваш взгляд, вот как вы думаете, каким образом эти протестные события отразились на обществе? Стало ли оно свободнее, если мы говорим о России, может быть, о постсоветском пространстве, да, ну вот о России? Стало ли оно, может быть, злее в отношении власти? Как вы считаете, как отразилось? Ну, мне кажется, говорить о степени свободы общества, от того, выходишь ты на улицу или не выходишь, все-таки не очень большой процент людей вышел на улицу. Мне кажется, о степени свободы общества говорить сложно. Если говорить о... Тут важно другое. Важно, что власть довольно сильно не то чтобы испугалась, а была озабочена такими протестами. Безусловно, власти в России, по крайней мере, абсолютно точно живут до сих пор в парадигме Майдана, причем еще прошлого, наверное, да, у слова Майдан – самое страшное для власти, что может быть, поэтому уличные протесты – это такая самая страшная для власти штука. И когда люди выходят на улицы, властям тут же начинает мерещиться Майдан со всеми его последствиями. В этом отношении одна из главных целей власти – не допустить людей на улице. На самом деле, дело Голунова, когда много людей вышло на улице, я уверен, повлияло позитивно на то, чтобы дело пришлось пересматривать. Слишком очевидна была вот эта вот безнаказанность и несправедливость, и были высокие риски, что очень много людей выйдет на улицу. Можно ли назвать тот общественный резонанс, который был вызван в обществе из-за дела Голунова, и его результат, можно ли назвать это признанием властей российских, властей своей ошибки? Ну, тут же власти всегда сложно. Понимаете, преувеличена история с вертикалью. Ну, конечно же, это не первые лица в государстве отдавали приказ по поводу Голунова. Это были вообще довольно не самые крупные силовики, которые решили провести против него такую операцию. Потому что если бы в этом принимало участие политическое руководство, нет никаких сомнений, что результат был бы иной. Но есть проблема. Дело в том, что политическое руководство, оно делает ставку на силовиков, и каким-то образом их задевать нельзя. Поэтому, ну вот, сопоставив две вещи, либо очень большие издержки, как у дела Голунова, либо издержки у силовиков, в этот раз они предпочли Голунова отпустить. Да, то есть, потому что, ну, слишком было очевидно, что ему подбросили наркотики. Это было абсолютно понятно. А задержавшие Голунова люди и отчитывавшиеся силовики, они не смогли доказать, что Голунов причастен к наркотикам. И им пришлось очень быстро признать, что дело сфальсифицировано. И тогда власть поняла, что нет смысла их дальше защищать. И именно таким образом дело Голунова развалилось. На ваш взгляд, насколько важен общественный резонанс? Потому что мы все здесь, в Риге, также следим за делом сети, это пензенская история. И тем не менее, тот общественный резонанс, публикации в международной прессе, они не помогли. То есть, фигуранты этого дела получили серьезные сроки. То есть, вот как вы оцениваете вообще роль общественного мнения в подобных историях? Ну, могу сказать так. Единственное, что может помочь, это общественный резонанс. Других механизмов, в принципе, не осталось в России. Никаких других механизмов влияния по политическим делам нет. Мало того, ну, по делу сети, на самом деле, резонанс возник все-таки после вынесения приговора. Мы очень внимательно следили за этой историей. Она продолжалась довольно долго. И писали о ней неохотно. Это, как часто бывает, люди не готовы верить в то, что совершенно беспредельные сроки будут вынесены, пока они удостоверятся собственными глазами. И вообще, дело сети, как сейчас развивается, лично мне напоминает историю с Павлом Устиновым. Там же с самого начала было понятно, что он не бил никакого сотрудника полиции. Около метро его случайно задержали. Ему дали три с половиной года. Хотя это видео было доступно, все его видели. Но как-то все такие, ой, ну, может быть, этот раз не будет. А когда уже выносится срок, тогда получается общественный резонанс. С делом сети получилось то же самое. Мне кажется, очень многие люди до конца не верили, что будет такой приговор. Не очень интересовались каким-то делом в Пензе. А, конечно, полученные тюремные сроки всех просто шокировали. Такого вообще ни разу не было по политическим делам. 18-16 лет – это просто грандиозные сроки. А в чем специфика дела сети? На ваш взгляд, почему получилось то, что получилось в плане судебного решения? То есть, это некий политический заказ или что-то другое? Вот как вы это видите? Нет, нет, нет. Вот это довольно важно понимать. Никакого четкого политического заказа сверху нет. Это общая тенденция, которая происходит в России. Дело сети – это же классическое доказательство того, каким образом у нас работают правоохранительные органы и суды, и как они ужесточились за последние 15 лет. Могу сказать так. 15 лет при тех действиях, которые совершали молодые люди, я сейчас о них отдельно расскажу, я уверен, что, скорее всего, не было бы вообще никакого уголовного дела. Через 15 лет за те же действия их судят по статье «Террористическое сообщество организации участия». Что это было? Ну, это молодые анархисты. Они, в общем-то, между собой общались, разговаривали и делились своими соображениями, что они будут делать, если в России будет Майдан или какие-то беспорядки. Что надо делать в случае, если будут какие-то события. Вот исходя из этого, из-за их обсуждений, из-за их тренировок со стройкобольным оружием, на них возбудили такое дело. В реальности они, конечно, ничего не делали, но теперь только разговоров и только планов, что мы будем делать после революции, в целом достаточно для таких приговоров. То есть, если вы в социальной сети пишете другу о том, что вы планируете делать в случае, если власть начнет меняться, то вы можете попасть под уголовную статью. Так я понимаю эту ситуацию? Абсолютно легко, и прецедентов очень много. И, конечно, что там мы будем делать, и что надо делать, это, конечно, чревато. Одна из проблем заключалась в том, что Пенза, но она оторвана все-таки от России, это такая глубокая провинция от крупных городов, и молодые люди там просто, мне кажется, не совсем правильно осознавали опасности, риски, которые есть за такую болтовню, за такие разговоры. Там же еще была проблема, что вот эту группу антифашистов и анархистов начали разрабатывать чуть раньше, чем в России такой политик правый Мальцев объявил о революции, о дате революции. Он анонсировал, что 5-го, 11-го будет революция, 5-го ноября, и как бы долго собирал каких-то людей под эту революцию, и силовикам во все регионы отдали приказ следить за какими-то опасными группами, которые могут поехать на эту революцию. И так совпало, что силовики в Пензе сначала приняли вот этих антифашистов и их тренировки в лесу как подготовка такой вооруженной группы для революции Мальцева. Да, вот это вот так совпало, и они начали их воспринимать, как эту вот группу, которая готовится к революции, а дальше уже все вопрос, к сожалению, техники. Они отправили провокаторов, они каким им нужно способом инкриминировали любые разговоры, переговоры, часть их стирается, непонятно, где шутка, где не шутка, а остальное они закрепили с помощью пыток, потому что когда взяли эту группу молодых людей, они вообще не понимали, о чем идет речь, и тогда следователи вместе с оперативниками просто надиктовали им необходимые показания, чтобы их показания уложили в статью о террористическом сообществе, и почти всех фигурантов дела сети пытали. Ну вот я поясню для наших радиослушателей, может быть, кто-то не знает, что фигурантов дела сети обвинили в создании террористической организации, они получили приговоры в российском городе Пензе в суде, по словам им подбросили оружие, как они говорят, и также сообщалось о пытке фигурантов. Но вот некоторые зрители телевидения, скажем, российского телевидения, потому что в Латвии оно в том числе также распространено, и, как известно, сейчас телевидение все-таки не уступает другим источникам информации, согласно опросам. Любой зритель, доверяющий телевидению, скажет, что «ну так они же террористы, у нас власть защищает от террористов», вот нам говорят об этом. Какой, на Ваш взгляд, тут основной показатель можно выявить того, что это дело сфабриковано? Не, ну начнем с того, что ни следствие, ни суд не представили ни единого доказательства каких-то готовящихся терактов. Ну не было ничего вообще в деле, и в деле это написано так, что собрались в организованную группу и планировали что-то совершать. А планировали это исключительно из разговоров, следует из их разговоров, опять же, вот эти, что мы будем делать после революции. Ни одного случая, ни одной попытки что-то сделать похожее на теракт о группе в итоге так и не предъявили. Ни одно действие у них не инкриминировано там, типа «он пошел и что-нибудь заложил, он там купил оружие для того, чтобы напасть на чиновника», ничего подобного в деле нет. Есть только общие слова, что читали литературу, обсуждали между собой возможность проведения каких-то акций, но никаких акций конкретных в деле нет. Ну они просто как бы вот эту вот всю общую болтовню представили терроризмом. В этом отношении вообще надо очень остороженно относиться к слову «терроризм», который звучит от силовиков. Потому что, с одной стороны, пензенские ребята, которые болтали про революцию и ничего не делали, они террористическое сообщество, с одной стороны, а с другой стороны, одиночка, который стреляет по зданию на Лубянке, зданию ФСБ, и час стрельба в центре Москвы, он оказывается не террорист. Это оказывается такая случайность, и он вообще к терроризму не имеет никакого отношения. Дело в том, что властям и силовикам конкретно что-то удобно представлять терроризмом, а что-то неудобно. И они просто исходят из собственных интересов, самый главный из которых заключается в том, что любой теракт в России должен быть предотвращен. Это и показывает профессионализм силовиков. Ну вот история со стрельбой на Лубянке, мы как раз обсуждали перед эфиром, что она очень быстро затихла, ее практически нет в информационном пространстве, то есть вроде как ничего и не было. То есть обычно такие дела, они резонансные, они потом широко обсуждаются, следствие и так далее и тому подобное. Сейчас такая тишина в информационном пространстве. Это осознанное действие, как вы считаете? Абсолютно верно, конечно, это осознанное действие. Безусловно, власть заинтересована в максимальном сокрытии стрельбы на Лубянке. Вот как будто ее не было. Это идеальная абсолютно почва. А медиа просто не о чем писать, СМИ не о чем писать. Средствия никак не комментируют, что у них происходит. Там появляются сообщения только о том, что проверяют сотрудников ФСБ, которые доблестно борются с терроризмом, но при этом, когда началась стрельба, занимались тем, что снимали, как люди бегают из своих окон, снимали, как люди бегают по улицам вокруг, вместо того, чтобы бороться с этим одиночкой, который пошел на штурм Лубянки. А так ничего не происходит по делу, мы ничего не знаем. Кстати говоря, напомню, примерно такая же ситуация сложилась и по взрыву в Магнитогорске. Очень громкий взрыв, много погибших. Официальная версия взорванный газ, есть другие версии и довольно убедительные, что это был теракт. Но что делает власть? Ничего не комментируют. Спецслужбы ничего не комментируют. Их задача, чтобы от реальных терактов, их не было, что реальных терактов нет, но для того, чтобы показывать, что они успешно борются с терроризмом, надо раскрывать подобные группы в Пензе. Или вот, например, сейчас в Калининграде есть аналогичное, во многом аналогичное Пензе, дело ультраправых, правда, активистов, под названием БАРС. У них там в деле, например, есть в качестве доказательства террористической деятельности трафареты против Путина, которыми они красили город. Ну, то есть, как власти удобно, как силовикам удобно какое-то событие представить, так они, к сожалению, представляют. Но это приводит к тому, что им просто все меньше верят, как произошло в истории с Магнитогорском. Вы сегодня сравнивает дело сети, в том числе, говорят, что это новый 1937 год. Насколько в России? Насколько эти сравнения справедливы, как вы думаете? Не, ну это эмоциональная оценка после диких сроков. Я лично думаю, что это, безусловно, оценка, исходя из диких сроков. Это, ну, конечно, все-таки 1937 год, это массовая репрессия, если бы у нас не одно было дело сети, а таких приговоров выносилось по 50 в день, но точечные репрессии стали более жестокими, что ли. Теперь за какие-то вещи, если раньше просили несколько лет, то теперь, да, уже десятки лет заключения, это огромные сроки. Я думаю, люди эмоционально сравнивают с 1937 годом из-за вот этих огромных сроков. Вы упомянули Калининград, еще одно громкое дело, которое сейчас обсуждается в ряде средств массовой информации. Это свадьба, на которой, на фотографиях, с которой был обнаружен контрразведчик ФСБ, и, соответственно, те молодожены получили реальные сроки за то, что рассекретили и этого человека, и, соответственно, их обвинили, если не ошибаюсь, в государственной измене. Ну, там достаточно серьезное обвинение. Это вообще что за история? То есть человек был на свадьбе, а посадили молодоженов за то, что его фотографии всплыли где-то в интернете? Ну, это новая тенденция, это новая тенденция. У нас довольно много дел о госзмене. У нас эти дела, кстати говоря, все засекречены. Мы толком не понимаем, был там состав преступления какой-то или нет. Но это такая новая внутренняя охота на ведьм. И вообще не надо забывать, что люди, связанные со спецслужбами, тоже довольно часто попадают под уголовное преследование. К сожалению, это такая тенденция силовикам, и прежде всего ФСБ. Надо показывать эффективность их работы вокруг враги. надо хранить гост тайны и надо делать так, чтобы остальные люди очень боялись всего. То есть, вот эта история с фотографиями и реальным сроком, она примерно из этой же серии. Проблема заключается в том, что мы обычно не имеем доступа к материалам дела и даже не очень понимаем толком, что там есть, потому что дела скрывают. Из-за государственной тайны. Получается такая, я сейчас просто пытаюсь сконструировать ситуацию. Если я фотографирую, например, не знаю, делаю селфи, туда попадает случайный человек, который просто проходит мимо, а он оказывается офицером ФСБ, то получается, что исходя из этого дела можно попасть под уголовную статью, просто потому, что этот человек случайно попал в кадр. Или все-таки это не так работает? Не-не, все-таки это не так работает. Это такое, да, слишком большое допущение. Я думаю, люди, которые снимали на свадьбе, все это понимали и, возможно, их предупреждали, что это делать не надо. Все-таки, пока совсем беспредельно так не работает. Но, конечно, вот эта вот проблема заключается в том, что у спецслужб очень сильно сместилась оптика. Они теперь везде видят террористов, где им нравится, госизмену видят там, где ее нет, терроризм видят там, где его нет, просто потому, что это, с одной стороны, им удобно и помогает делать карьеру в спецслужбах, а с другой стороны, это приветствуется политическими органами управления страной. Ну, мы в тяжелой ситуации, в тяжелой. Врагов много вокруг? Много. Надо сейчас, как бы, быть бдительными? Надо. И вот, исходя из всей этой логики, и действуют правоохранительные органы, и прежде всего, ФСБ, в том числе, из-за того, что им никогда практически не говорят стоп, контроля над ними нет, дела, которые они отправляют в суды. Суды никогда не разворачивают, потому что боятся. И поэтому, они не видят перед собой никаких препятствий, и поэтому считают, что это самый удобный способ с кем угодно расправиться или демонстративно наказать с помощью уголовных дел. Сейчас небольшой перерыв, сделаем буквально на несколько минут. У нас на прямой связи главный редактор российского издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня главный редактор «Медиазона» Сергей Смирнов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. И у нас... Прямой звонок, да. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день, Олег. Вы знаете, вот по сетевому делу Морщевский выступал, значит, журналисты его пытали, так сказать, в кавычках, да. Так вот, он сказал, что в Штатах, да, за такие деяния люди бы получили бы по жизненной сроке. Как вы это прокомментируете? Это раз. А во второе, скажите, пожалуйста, вот у нас есть такой деятель Айя Бенес, и сейчас Латвия его хотя... хочет экстрадировать из России, чтобы судить за призыв свержения в Латвии строя. Вот как вы это прокомментируете? Да. Личка Черный Ленин. У него ополченец ДНР или как... Не знаю, как назвать. Наверное, слышали об этом. Да, да, слышал, и я знаю, что сейчас его задержали в Архангельской области пару часов назад. Он был задержан в Архангельской области. Первый вопрос про Борщевского. Все очень просто. Когда представителям власти нечего ответить, они тут же отвечают в стиле «А у них там негров линчуют». Ну, что это за ответ? Это кто? Хочется Борщевского спросить, а вы точно юрист? Ну, назовите тогда, когда нам 20 примеров, когда вот такие действия в Америке дают пожизненные. Вы же не назовете. Это примерно как Песков, который говорил, что в Америке и Канаде стреляют на митингах, а потом оказывается, что они же не стреляют. Выдумывают все из головы. Этот бред от людей, наделенных властью, просто очень надоело слушать. Вот это очевидное, прямолинейное вранье, рассчитанное только на тех людей, которых, наверное, отключен Google пожизненно, которые просто не могут погуглить. Так что Борщевский со своим враньем пусть где-нибудь в другом месте выступает. Просто невозможно. А второй вопрос по поводу Бенеса. Аж как я могу на него ответить? Какой ответ от меня тут требуется? Вот есть запрос Латвии, есть Россия, которая его сейчас задержала. Что мне комментировать? На ваш взгляд, все-таки, история с Айо Бенесом, учитывая, что он воевал на стороне самопровозглашенной ДНР, потом переехал в Россию, там был задержан, Латвия просит его выдачи, учитывая все вот эти сложные геополитические моменты, есть ли вероятность того, что Латвия получит Бенеса? Там еще Украина требует, кстати. Думаю, нет. Мне кажется, что выдачи не будет. Я думаю, сейчас будет резонанс в так называемых патриотических кругах, и Бенеса в итоге оставят в России, хотя при этом к нему же относятся с большой осторожностью. Он Назбол, он отнюдь не лоялен действующей власти, поэтому он вообще поехал, насколько я понимаю, в лагерь протестующих в Шиесе, но Латвии выдавать все-таки чересчур, мне кажется, для властей идеально, знаете как, подольше поддержать задержанным где-нибудь в России, долго решать вопрос о выдаче, и в итоге не выдать, примерно так и будет с Бенесом. Но тем не менее, если говорить о тех людях, которые воевали на стороне ДНР, к ним у России есть какое-то особое, назовем это так, привилегированное отношение, учитывая, что их часто запрашивают другие страны, Украина, Латвия, или там страны, из которых они приехали, или нет? Ну, то есть, нет сомнений, нет, но, конечно, есть особое отношение к вопросу экстрадиции, то есть, экстрадировать таких людей сильно не рекомендуется, ну, типа, так нельзя, они считают, они же там живут по своим понятиям неким, да, таким вот дворовым во многом, ну, там, своей более-менее, вот, каким-то оппонентам мы своих выдавать не будем. А что касается, это одна история, это с экстрадициями, да, то есть, это отношение России к экстрадициям. А что касается общего отношения про вот этих людей внутри страны, ну, как раз к ним тоже относятся настороженно, воевал, непонятно, где еще воевал, вот эти всякие добровольческие батальоны, они были, ну, не до конца лояльны власти, то есть, к ним настороженные отношения все равно есть, я думаю, и увидим еще какие-нибудь сдержания, уголовные дела, связанные с ветеранами боевых действий. У нас много звонков. Да, будем принимать звонки, здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Да, задавайте, пожалуйста, вопрос. Добрый день говорит, ну, что там, собрались в лесу, потренировались, ну, как будто бы поигрались в песочнице, ну, пусть они взглянут на Украину, да, он вспомнил слово Майдан, так вот, пусть историю немножко посмотрит, что в течение, так называется, 90-х годов Америка была в демократию, пожалуйста, около 5 миллиардов долларов вложила в ту демократию, то есть националисты... Да, вопрос задавайте, у нас не временно для реплик, чтобы гость мог ответить. Подождите, Вадим, не перебивайте, пожалуйста. Задавайте вопрос, это реплики, мы не слушаем в этом. Мы имеем, что Майдан, имеем... Мы слушаем вас, радиослушатели. Так, отключился, это не МВС, выключали, кстати, может, на видеоотрансляцию, посмотреть, лампочка горела. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефон прямого эфира в нашей студии, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, у нас на прямой связи редактор издания Медиазона Сергей Смирнов. Вот еще одно такое громкое дело. Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Сверидов, он покончил с собой в суде в Москве сразу после оглашения приговора по его делу. Ну, действительно, что-то такое невероятное случилось, вы сами тоже писали об этом в том числе у себя в социальной сети. Что, на ваш взгляд, послужило причиной такого громкого самоубийства? Не, ну, я думаю, там совпадение факторов. Во-первых, он не ожидал, что его приговорят к реальному лишению свободы, плюс у него рак, и я думаю, он настроился для себя, что если будет реальное лишение свободы, вот он поступит таким образом. Ну, такая трагедия большая, не досмотрели охранники с оружием, но тоже их, ну, не то, чтобы можно понять, примерно понятно, что и как сделал Сверидов. Ну, вот так вот. Ну, говорит ли, что он смог пронести пистолет все-таки в зал суда об уязвимости, об отсутствии безопасности в этом органе власти? Ну, понимаете ли, тут в чем дело, мне кажется, какая бы система обнаружения не была, при желании ее можно так или иначе обойти. Ну, принес бы он не пистолет, а принес бы он яд. Ну, я, конечно, очень сильно утрирую, но при желании попасть к собой и таким образом поступить, я думаю, в принципе, он нашел бы способ. Ну, мало того, суды же все-таки не относятся к объектам настолько тщательно охраняемым, как аэропорты, например, где часто случаются какие-то инциденты. Надо понимать, что в судах эти инциденты случаются не очень часто, и поэтому охрана, конечно, чуть менее бдительна, чем в тех же аэропорте. Там не было ленты, на которую надо ставить сумку, которая просвечивается, а были только рамки металлоискателя. Ну, вчера же уже было, он на рамках металлоискателя, когда зазвенел, его попросили открыть сумку, он взял и достал фляжку с металлической, с алкоголем, ее вылили, и охранники успокоились на этом. Ну, такой обманный ход, тем более от сотрудника, бывшего сотрудника МВД, от сотрудников СИН, он примерно же знает, как действует охрана. Так что, видите, можно принести при желании, ну, я думаю, теперь ужесточат в московских судах охрану после этих событий. Еще звонок у нас, так, только что был, сорвался. От телефона прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте. Вадим, еще разок добрый день. Если вы меня будете прерывать... Мы вас не выключали, задавайте вопрос, пожалуйста. Мы слушаем вас. ...конституции, да, и тогда не жалуйтесь, если вы получите жалобу. Пишите, куда хотите жалобу, задавайте вопрос только, пожалуйста. Да, 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 да. Не забывайте, что вы нарушаете статью. Задавайте вопрос, уважаемые радиослушатели. Мы на вас жалобу напишем. Вопрос, пожалуйста, задавайте. Мы слушаем вас. Пожалуйста. Ну, вот сам отключился. Да, ну, такой загадочный диалог у нас получается. Вы не отключайтесь тогда, если хотите что-то спросить. Спрашивайте. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Ну, вот продолжая тему, недавно, опять же, это касается уже исполнения наказаний и службы, которая этим занимается. Дело Немцова и кадры, которые появились в интернете о том, что один из обвиненных в убийстве Бориса Немцова устраивает застолье в колонии. Не первый раз уже такие скасающиеся громких дел истории всплывают. Вот это о чем говорит? Ну, как это говорит о коррупции внутри ВСИН. И это говорит о том, что если есть на воле люди, у которых много денег, они могут сильно облегчить положение заключенного в колонии. Больше ни о чем это не говорит. А чем дальше колония от Москвы, тем больше шансов для каких-то коррупционных механизмов. То есть, получается, что место в люкс-камере можно купить в России сегодня? Абсолютно. Безусловно. Место в люкс-камере можно купить. Ну, единственная проблема, чем человек известней, тем ему тяжелее это сделать. То есть, главная цель, ну, поскольку вот, да, убийца Немцова был известным человеком, вот это такой сейчас резонанс. Или там, в прошлый раз это было со станицей Кущевка. А в реальности это просто такая схема, которая много где работает. Все зависит от количества денег. Тебя могут перевести именно в ту колонию, где тебе могут создать такие условия, но это просто очень дорого стоит. Вот мы говорим сегодня о громких делах. Медиазона, главным редактором, который вы являетесь, часто пишет и о преследовании активистов, и о давлении на них властей. Вот насколько удается вам сегодня сохранить критическую оценку по отношению к тем же активистам, которые высказывают, ну, скажем так... Тем, кто пострадал, возможно. Не, ну, конечно, во-первых, мы всегда это все перепроверяем. Мы, наверное, пишем максимум третьих историй, которые нам шлют и присылают, потому что мы ждем подтверждений, мы ждем, что написано в материалах уголовных дел. Мы никогда не верим на слово, потому что все должно быть именно в документах, естественно, не должно быть только слов адвоката, потому что адвокаты вообще имеют право на самом деле даже обманывать, потому что у них профессия такая, да, и у них главная цель защитить своего защитного. То есть они за это деньги получают, а не за то, что говорят нам правду. Но это, в принципе, логично. Это надо к этому относиться изначально именно так. Безусловно, мы все перепроверяем, мы максимально стараемся смотреть документы, мы научились работать с документами, мы всегда у адвокатов просим материалы дела целиком, и о каких-то историях пишем, обычно полностью изучив материалы дела, или как минимум очень конкретно изучив обвинительное заключение. Кстати, возвращаясь к делу сети, у нас, когда она только начиналась в Пензе, у нас был полный такой текст по поводу, ну, он не полный, потому что там обвинительное заключение большое, очень много обвиняемых, и там, значит, несколько тысяч страниц в обвинительном заключении, а у нас был текст, каким образом, какая позиция у обвинения по делу сети, полный пересказ позиции обвинения. Ничем без комментариев адвокатов, только позиция обвинения, я думаю, кому интересно, в чем обвиняют, Молодых людей по делу сети могут открыть и это прочитать, чтобы не было вопросов и каких-то иносказательных домыслов, как были у прошлого человека, который попытался задать эти вопросы. Бывали ли случаи от обратного, когда активисты, скажем так, преувеличивали давление властей? Ну, конечно, бывало. Как вы реагируете? Конечно, бывало. Мы просто стараемся в такие ситуации не попадать и об этом не писать. То есть, если нам кажется, какая-то информация сомнительной, мы отложим и попробуем это все проверить. Ну, конечно, бывало. Не то, что частые ситуации, но, конечно, есть такие риски, и всегда стоит перепроверить, поэтому мы никогда не пишем со слов. У нас звонок еще слушательный. Алини, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот проект Захара Прилепина, эту партию он создал, это проект Кремля, как вы думаете, или нет? Спасибо. Спасибо, да. Захар Прилепин как раз политический сейчас лидер такой. Я вообще думаю, что это одновременно и проект Кремля, и бизнес-проект Захара Прилепина. Простой способ немного заработать на выборах, при этом, конечно же, ничего не делая. Ну, и партия просуществует ровно до выборов в Госдуму, а потом просто полностью растворится, в этом нет никаких сомнений. Наймут они на работу, там, человек 50. Человек 50 будет получать зарплату до 2021 года, и все у них будет хорошо. А зарплату они получать будут, конечно же, из Кремля. Вы читали «Обитель» Захара Прилепина? Вот как вы, если читали, оцениваете эту книгу? Не, не, я не читал «Обитель» Захара Прилепина, я читал некоторые другие его книги, и, в общем, нет желания читать новые. Звоните нам 672 12 93 9 и 672 13 93 9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Ну, вот как раз я хотел поговорить с вами еще об одном аспекте, это иерархии в тюрьмах. Они сохранились, ну, если мы читаем Шаламова, то, конечно, это совсем другое время, там вот были очень четкие иерархии, блатные, политические и так далее и тому подобное. Ну, воры в законе потом появились. Сегодня что-то подобное, такая структура есть в российских тюрьмах, или все уже по-другому работает? Внутри сообщества, скажем. Ну, что-то подобное есть, но просто это принимает несколько другие формы, учитывая, что, по большому счету, тот самый воровской мир, он же на две части разделился, как раз с 90-х, с 2000-х. Часть из них была разгромлена, а часть из них влилась в бизнес-структуры, напрямую аффилированные с властью. И, в общем-то, теперь уже они не считают себя ворами в законе, да, и вот криминалом. И стараются максимально не считать себя криминальными авторитетами. По инерции, конечно же, есть некие разделения, особенно тюрьмные правила, я думаю, они очень долго будут существовать. И, кстати говоря, они довольно удобны с точки зрения выживаемости, да, в тюрьме, потому что какие-то правила есть, если их сразу отменить, может быть намного хуже. Но, конечно, это все-таки уже не совсем так, как при Шаламове, это несколько иначе. Преступный мир общается, безусловно, с администрацией, с колониями, в колонии пытаются преступный мир использовать для контроля над заключенными, есть заключенные, которые... Да, вот у нас часто история в России, когда в колониях избивают людей, и часто в этом обвиняют сотрудники, ну, как мы знаем о случаях, когда обвиняют сотрудников СИН, но чаще сотрудники СИН стараются избивать непокорных заключенных руками других заключенных. В этом плане это чем-то похоже на Шаламова, конечно, есть заключенные, которые активно сотрудничают с администрацией, и есть, конечно, негативные к ним отношения. Ну, то есть, вот такие вещи есть, но все-таки это несколько, скажем, изменилось с времен Шаламова. Ну, и, как бы сказать, криминальный мир, он все-таки не такой, он в значительной мере разгромлен, и многие вары в законе либо сидят, либо убиты, их просто нет. Нет, они, как бы, на их смену не приходят люди одного с ними уровня. Это все-таки люди несколько другого уровня, давно сотрудничающие с властью частично, поэтому такой полного воссоздания криминальной субкультуры скорее нет. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем вас. У меня вопрос к вашему гостю. Ну, как он считает, что вот этих студентов из сети посадили, это просто смешно, на мой взгляд, в терроризме и свержении власти. Те, кто хочет свернуть власть в России, рядом с Путиным ходят. Так же Хрущев ходил рядом с Маленковым. Что он думает по этому поводу? Спасибо. Да, спасибо вам. Мне кажется, такое ощущение, что вокруг Путина все хотят сменить власть, я подозреваю. Все, кто ходит рядом. Лояльно самому Путину. Ну, конечно, вот эта история со сменой власти, что несколько человек в Пензе, да, Пензе, как бы. Хочется вообще попросить даже самих следователей в Москве найти на карте Пензу. Я думаю, это будет непростая задача. Обвинять в свержении власти невозможно. Я думаю, конечно, часть вокруг Путина хочет его ухода. Потому что главная проблема же с Путиным связана в чем? В том, что он живет в реалиях 1970-х годов. Противостояние США. Надо внутри страны держать поменьше свободы. Надо давить у всяких этих диссидентов, чтобы они не расшатывали страну. Надо заодно как-то с интернетом, с этим свободным, что-то делать. А то как радио свободы, все слушают чужие голоса. Это, конечно, очень сильно не соответствует моменту, когда страна живет в 2020 году, а лидер страны, он где-то в 70-х. Он же до сих пор не пользуется интернетом, его распечаточки приносят. Понимаете, это очень большая эстетическая проблема, когда глава государства не пользуется интернетом. Ну, правда же, это сложно. Поэтому, ну, конечно, многие хотят каких-то изменений, но ничего они делать не будут. Даже я в этом абсолютно уверен. Ну, был бы возможен успех медиазоны без тех громких дел, которые сегодня происходят в России, этих правонарушений? Ведь связь напрямую зависит. Да, как любят о нас шутить, мы буквально главные бенефицары репрессий в России из медиа. Чем больше репрессий, тем больше нас читают. Ну, на самом деле, это когда мы в 2014 году выбирали, какое медиа делать, мы же обсуждали между собой, и мы решили сосредоточиться на судах и на уголовных делах, не потому что, да, вот мы там большие любители судов и уголовных дел, и прямо вот как бы очень нам это все нравится, а скорее потому что Россия политика, она вокруг судов и уголовных дел выстроена, и вот эта вот вся общественная защита, общественные компании, они же вокруг судов и уголовных дел. Ну, серьезно, то есть это главная политика, ну, не выборы же в Госдуму, не партия же Захара Прилепина, ну, кто может к этому серьезно относиться? Сам Захар Прилепин к этому серьезно не относится. Ну, какая партия, какая госдума, ну, очень смешно. Деньги получили, боялись, поставили людей на зарплату и все. Ну, должны ли, на ваш взгляд, журналисты, скажем, отключился, да, наш гость и снова вернулся к нам? И снова выключился. И снова отключился, да. Сергей, слышите ли вы нас? Да, да, да. Да, вы с нами на связи, мы вас слышим отлично. Как, на ваш взгляд, должны ли журналисты, ну, скажем так, условно, либерального толка пытаться быть услышанными той частью аудитории, смотрящей, опять же, телевизора, доверяющей тому, что говорят на федеральных каналах абсолютно и безапелляционно, о которой мы говорили вначале? Как, на ваш взгляд, должны ли они стремиться к тому, чтобы достучаться до тех зрителей? Да нет, ну, задача журналистов же вообще достучаться до публики. Мне кажется, тут же вопрос, какие-то усилия для этого предпринимаешь. И мне кажется, это все должно идти естественным путем. То есть, да, нельзя брать, да, собираться, делать планерки такие, нам надо обязательно достучаться до публики, которая смотрит телевизор. Ну, так точно ничего не выйдет. Ты должен делать свою работу, ты должен рассказывать о том, что ты считаешь важным и нужным. И я надеюсь, что в итоге эта информация будет доходить для все большего количества людей, доходить там через передачи, доходить через каких-то опининмейкеров. Ну, конкретный пример Юрия Дудя, который очень много, на мой взгляд, делает сейчас для того, чтобы вот та самая Россия с телевизора узнала про реальные проблемы. Вот, как бы, ты делаешь свое дело, делаешь проблемы важные, и потом, как бы, это доходит от других людей. Я не вижу просто способа как-то искусственно это делать. Мне кажется, так и не получится ничего. Я почему спросила вас об этом? В вашем Твиттере я прочитала, что вас приглашали на телеканал Москва-24, если я не ошибаюсь, и вы, ну, насколько я поняла, отказали. Ну, потому что, ну, во-первых, там очень много примеров, когда зовут каких-то людей оппозиционных взглядов, либеральных взглядов, потом их нарезают таким образом и отключают десятилетиями. Продолжается, просто нет никакого смысла куда-то ходить и что-то пытаться говорить. Ну, как бы, это все бесполезно, и ну, и чего будет от этого? А если говорить про аудиторию, мне кажется, аудитория телеканала Москва-24, один человек, мэр Москвы, Сергей Собянин, и вряд ли кто-то, кроме Сергея Собянина, вообще смотрит этот телеканал. Что касается ЮИА, да, у нас есть звонок, примем вас, здравствуйте, слушаем вас. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Вопрос такой, а вы пишете только про Россию, не хотите про Латвию написать, как у нас так же само уголовные дела заводят, за комментарии, например, если человек против вот этого националистического режима латышского, или вы только про Россию хотите писать? Да, спасибо вам, ну, да, у нас есть ряд громких уголовных дел, которые вызывают у журналистов вопросы, не знаю, следите ли вы за этим или нет, но это дело Юрия Алексеева, которого судили. Из-за разжигания национальной розни, но пришли и сразу обнаружили у него оружие, и, соответственно, статья прибавилась. Владимир Линдерман, которого брали на автобусной остановке лицом в асфальт, надевали мешок и везли в этом мешке до его дома, как будто он не знал, где он живет, и так далее, и тому подобное. То есть в Латвии тоже есть дела, которые вызывают свой вопрос. Вот вам интересно то, что за пределами России, или все-таки вы концентрируетесь на российской повестке? Ну, тут же, значит, интересно, тут же вопрос о возможностях, да. Надо понимать, что мы медиазону запускали в 2014 году, когда у нас было всего 4 человека. 4 человека, ну, вы понимаете, когда 4 человека, ты не успеваешь писать о России. Одна из проблем заключается в том, что мы на все наши дела-то не успеваем их покрыть и написать про все дела, просто не хватает журналистов, не хватает сил. Вообще, конечно, это очень интересно. Ну, вы знаете, я там не считаю, что в других странах все намного... Знаете, как Россия — это тьма, во всех странах вокруг все идеально и прекрасно. Я, кстати, люблю, когда все оппоненты почему-то изначально наделяют нас всех таким мнением, но это, конечно, не так. Проблемы есть, и я знаю, что Клендерман очень точно, абсолютно предвзятые отношения у власти, у меня нет никаких сомнений в этом, причем оно давно. Но я, как бы, хорошо и внимательно за этим слежу. Вопрос в том, что для того, чтобы писать о ситуации в Латвии, надо, во-первых, иметь журналиста, который был бы местный, надо каким-то образом иметь финансирование на этого журналиста, потому что, например, да, сейчас основная и огромная часть нашего финансирования — это краудфандинг. Ну, как я людям объясню в России, что мы хотим нанять журналиста в Латвии, да, но это как-то не очень понятно. То есть довольно много вопросов, довольно много задач. Нам, конечно, теоретически это интересно писать о нарушении прав человека и о странах уголовных делах везде, но вот мы сейчас пытаемся это делать в Центральной Азии. Мы буквально месяц назад запустили проект «Медиазон» на Центральной Азии, и пока это две страны — Казахстан и Кыргызстан. В целом у нас, если всё получится, если будут находиться люди, готовые писать, то, в принципе, можно и подумать о других странах, но это как бы довольно сложный процесс, и это не от того, что мы там совсем не хотим. Это сложная задача, это надо разбираться, это надо понимать, что происходит, надо иметь человека внутри, это надо понимать, что человек внутри будет каждый день обеспечивать какой-то информацией. То есть это довольно сложная задача на самом деле. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов был гостем.